МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика. Студия Александр Базаров. И сегодня в новостях. Цветы, концерты, стенгазеты. В России с профессиональным праздником поздравляют учителей. Без пробок и заторов. В Чебоксарах завершилась реконструкция улицы Композиторов-Воробьевых. Пас, бросок, трехочковый. Чему чебоксарские ястребы научили школьников? Учебный год уже в разгаре, но сегодня для педагогов снова цветы, песни и благодарности. Сегодня в Чувашии отметили один из самых важных октябрьских праздников. День учителя. Необыкновенный учителем. И вам необходимо быть лучшим человеком на Земле. Представители лучшей из профессий, без которой не было бы и других, отмечают сегодня свой праздник. В адрес работников сферы образования звучали самые теплые слова. Этот праздник хотелось бы пожелать всем своим коллегам, учителям благополучия, удовлетворения от работы, успехов, успешного внедрения новых федеральных образовательных стандартов. Хотелось бы, чтобы работа им приносила удовлетворение, чтобы они с чувством удовлетворения шли на работу и с радостью возвращались домой. Удачи, педагогической удачи и педагогического и личного счастья. Я думаю, этот праздник самый замечательный праздник в мире, потому что это праздник, День учителя. Потому что без учителя жизнь на Земле, конечно же, будет невозможна. Потому что именно учитель дает первые знания человеку, наставляет его на жизненный путь. И, конечно же, от учителя зависит все дальнейшее развитие общества. Образование – бесспорно важнейшая сфера, и это признается на всех уровнях. В проекте бюджета на 2015 год статья образования составляет более 30% расходной части консолидированного бюджета Чувашии. Выступил перед учителями глава республики. Михаил Игнатьев поздравил всех педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул, что Чувашии есть чем гордиться. Десять педагогов в республике стали победителями Всероссийского конкурса учителей на получение премии президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей. В список 500 учащих школ в России в 2014 вошли 6 общеобразовательных школ. Также глава республики пожелал педагогам достойных учеников, которые впоследствии превзойдут своих учителей. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В эти минуты в Театре оперы и балета отмечают 20-летие торгово-промышленной палаты Чувашии. Сегодня ТПП – это один из эффективных институтов, обеспечивающих развитие диалога между бизнесом и властью, бизнесом и обществом. Подробный репортаж об этом событии в понедельник в программе «Республика». Движение по реконструированной улице композиторов Воробьевых открыто уже больше недели, а с этого дня передвигаться по ней удобно не только водителям, но и пешеходам. Им не нужно больше обходить тяжелую технику и портить обувь агравий. Завершился последний этап работ благоустройства. Сегодня по одной из старейших городских улиц прогулялся глава Чувашии. Сопровождала его наша съемочная группа. Визит главы республики и других представителей власти на улицу композиторов Воробьевых начался не с перерезания красной ленточки, а с указаний на недоделки. Так, к примеру, в новом асфальтном покрытии Михаил Васильевич заметил следы от дамских каблуков. А кое-где осталась недовольна установкой люков, канализационных и тепловых колодцев. Впрочем, подобные недостатки движению никак не мешают. Их в самое ближайшее время обещали исправить. Этот относительно небольшой участок значение для города имеет огромное. На этот участок, участок композитора Водя Воробьев, выделено 88 миллионов. Это средства дорожного фонда, это средства бюджета города. И для нас этот участок очень важен, центр города. Это идет продолжение улицы Калинина. Три этапа мы ремонтировали. Вот продолжение ремонта улицы Калинина. Следующий этап дальше у нас это и Московский мостремонт, и Московского проспекта. Продолжение вот этой трассы. И поэтапно эту работу будем делать. Чтобы неудобства для горожан были минимальны, работы вели даже ночью. Глава Чуаши поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции. Я хочу всех вас поблагодарить за ответственный подход, за результаты работы. Ибо для водителей появилась отдельная полоса для общественного транспорта, кармашки и для пассажиров определенная тоже комфортная среда. Специалисты отмечают, полностью от пробок эта реконструкция город, конечно, не избавит. Однако на данном участке ситуация явно изменилась в лучшую сторону. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Проверка системы экстренного оповещения населения пройдет завтра, 4 октября, в Чувашии, в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Электрические сирены запускать не будут. Жители Республики просят сохранять спокойствие и порядок. 9 октября центр города превратится в спортивный бульвар. Среди участников и чебоксарские ястребы. Они проведут мастер-класс по уличному баскетболу. Ну а пока баскетбольная команда обучала мастерству школьников старших классов. Четыре попадания в корзину за одну минуту. Так играют чебоксарские ястребы. Команду собирали со всего Поволжья. Поэтому игроки настоящие профессионалы. Центровой Александр Бауэр – самый яркий игрок в команде. Его рост 2 метра 20 сантиметров. Говорит, вырос не потому, что много каши ел, а потому, что занимался спортом с раннего детства. Баскетбол вообще – это умная игра. Очень умная. Здесь очень много головы, работы. И разнообразная. То есть нет каких-то однообразных движений. И больше фантазии можно включить. Обязательно нужно растяжку делать. А не то можно травму получить. Вот много молодежи ломаются на баскетболе чисто из-за того, что где-то гимнастоп не потянули, где-то еще что-то. Спорт – это не только каждодневные тренировки, но и ежедневное следование правилам. Чтобы не сдавать спортивные позиции, необходимо правильно питаться. Спортсменам ни в коем случае нельзя курить и злоупотреблять алкогольными напитками. Очень много соблазнов у детей. То есть есть зависимость от улицы, зависимость от компьютеров, от телефонов. Дети бездельно болтаются по улице. Поэтому чем быстрее ребенка приучится к занятиям спортом, тем, значит, мы, как бы сказать, будем способствовать тому, что ребенок будет гармонично развиваться. И будет у него меньше дурных всяких соблазнов. Дурным соблазном новое поколение предпочитает спорт. Об этом говорит масштабность мероприятия. К концу тренировки в зале было не протолкнуться. Приятные впечатления от мастер-класса остались как у ястребов, так и у юных, подающих надежды баскетболистов. Мне нравится баскетбол, потому что это такой вид спорта, где работают, во-первых, все мышцы, во-вторых, мне нравится баскетбол. Спорт – это здоровье, а здоровье – это наше все. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Чебоксары выбрали местом проведения такого грандиозного мероприятия, как Международный спортивный форум, не случайно. Столица Чувашии давно известна как один из самых благоустроенных городов страны. Возможно, это стало и благодаря предприятию спецавтохозяйства. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эту известную мудрость россияне упорно не хотят превращать в жизненную позицию. А значит, чистота городов пока в руках коммунальных служб и спецпредприятий. В Чебоксарах за один день вывозят около 970 тонн мусора, за год более 150 тысяч тонн. И если хотя бы 4 дня коммунальные службы не выйдут на работу, красивый и ухоженный город превратится в декорации к фильму ужасов. Между тем, ученые подсчитали, к 2100 году производство мусора в мире вырастет в три раза. Соответственно, старые технологии утилизации уже не спасут. Чебоксарское предприятие спецавтохозяйства решило взять на вооружение новые методы и оборудование уже сейчас, не дожидаясь 22 века. Подобных новаторских предприятий 100%, уставного капитала которых принадлежит муниципалитету по стране единицы. Еще несколько лет назад спецавтохозяйство было конторой с огромными расходами на ремонт и обслуживание устаревшей техники. Сейчас все иначе. Больше года назад спецавтохозяйство обновило автопарк. Такой мощный автомобиль заменяет три обычных мусоровоза марки «ГАЗ». Благодаря механизму трамбовки за раз он может вывести 70 кубов твердых бытовых отходов. Соответственно, машин нужно меньше, что экономит топливо и уменьшает выбросы в атмосферу. В качестве примера можно привести такую вещь. На начало 2013 года у нас выезжало 34 машины, сейчас выезжает 15. При большем объеме мусора, который был на 1 января 2013 года. Производительность труда намного увеличилась. Небольшие габариты позволяют использовать машину для сбора и транспортировки бытовых отходов в стесненных условиях городских дворов. Также среди плюсов герметичная конструкция кузова. Можно перевозить отходы с высоким содержанием влаги. Кроме того, автомобиль оборудован системой звукопоглощения. И жители столицы Чувашии больше не вздрагивают по утрам от грохота техники. Звучит парадоксально, но мусоровоз может приносить и эстетическое удовольствие. Машину разрисовали вместе с художником дети. И это не единственный высокохудожественный экземпляр. Чуть ранее в автопарке предприятия появился «Белый тигр». Обновление автопарка пришло вслед за обновлением мусорных баков. На сегодняшний день в городе установлено более 3500 так называемых евроконтейнеров. Около 3000 спецавтохозяйство установило для горожан бесплатно. В отличие от старых баков, у новых есть специальная большая крышка, благодаря которой мусор не разлетается. При поддержке администрации города Чебоксары был разработан план по модернизации всей системы, состоящий из перехода с обычных железных контейнеров, которые были у нас раньше, на новые современные евроконтейнера, которые позволяют их мыть, содержать в чистоте. Они не протекают, легко используются, они бесят меньше. Это то, что касается вывоза мусора из города, но на этом ноу-хау спецавтохозяйства не заканчиваются. Мусор со всей столицы Чувашии привозят на Пехтулинскую свалку. Функционирует она с 1964 года и резервы свои давно исчерпала. Однако с появлением катка-уплотнителя горы мусора перестали расти ввысь, а наоборот уменьшились почти на три метра. Снизилась и вероятность пожаров. Цена вопроса, а вернее техники, 15,5 миллионов рублей. Экологический эффект дополнен экономическим. Предприятие не только сдержало рост тарифов, но и уменьшило его. Пожалуй, это лучшие доказательства того, что эффективные современные технологии позволяют экономить. Кстати, модернизация предприятия не потребовала дополнительных вливаний из бюджета города. Как важно иметь хороших соседей, на днях поняла жительница одной из деревень Аликовского района. Благодаря им она осталась в живых. Подробнее в сюжете. Вот что осталось от дома одной из семьи из деревни Надкосы. Пламя распространялось очень быстро. 35-летняя хозяйка с ребенком успели покинуть горящее здание. А вот ее 76-летняя свекровь это сделать и не смогла. Она передвигалась с трудом. Вероятнее всего, этой истории был бы печальный конец. Однако на помощь пришли соседи по деревне. Ко мне пришла соседка и кричит. Там, говорит, пожар. Вроде говорит, давай-ка посмотрим. Говорит. Я вышла, выбежала. Начала звонить. На самом деле идет дым. Начала звонить на пожарную. Побежала. Там уже люди бегут. Ираида и еще три женщины поступили, как писал Некрасов. Вошли в горящую избу, а вышли уже в пятером. Удалось вывезти пенсионерку. Полыхающий дом тушили тоже всем селом. Некоторые из местных жителей справляются с этим не хуже профессиональных спасателей. В деревне есть пожарные добровольцы. Команда добровольная, она вот на территории Яндобильского сельского поселения. Пожары происходили. В этом году три пожара произошло. Они на все пожары выезжали. Поэтому они постоянно на дежурстве находятся. Один, не два, двое. В итоге пожилая женщина получила ожоги и первой степени. Но самого страшного удалось избежать. Соседние постройки от огня тоже спасли. Завтра Чебоксарскому филиалу компании Билайн исполняется 12 лет. Что изменилось в организации с момента открытия, знает наша съемочная группа. Подробнее об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных. Билайн изменился. Изменился и слоган компании. Просто удобно для тебя. Теперь именно так звучит новый девиз компании. И это не просто смена вывески. В первую очередь изменилось отношение к абонентам. Итак, четыре основных пункта, которые мы взяли на себя обязательство улучшить. Это качество связи. Это оптимизация тарифной линейки. То есть добиться оптимального соотношения цены-качества. Это предоставление максимально оперативного клиентского обслуживания. И, конечно же, предоставление инновационных услуг. Как оказалось, практически каждый второй житель республики пользуется сим-картами Билайн. А это почти 700 тысяч абонентов. Показать, как работает компания, решили в виде квест-тура. Чтобы представители средств массовой информации на себе ощутили, как компания идет к достижению своей цели. Сейчас появились новые технологии, новые скорости. И чтобы каким-то образом привлечь внимание к этим вещам, я думаю, такой игровой формат, то есть одновременно развлекать и одновременно давать новую информацию, он как раз наиболее эффективен. Следующей точкой после главного офиса компании Билайн стал центр коммутации сотовой связи. Именно здесь происходит сбор и преобразование всего, что мы наговорили в трубку. То есть все звонки сходятся вот в эту самую комнату. Вокруг процессоры и микросхемы. По сути, это тот же компьютер, но в разы больше. В любой сети сотовой связи, GSM-сети, 2G, 3G-сети, трафик вначале куда-то поступает и предварительно обрабатывается. Вот это все называется подсистема базовых станций. Вот. Дальше этот трафик уже, собственно говоря, идет на коммутатор, и там решается, а куда этот трафик девать, а куда вы вообще звонили. На этом экскурсия закончилась, но квест продолжается. Команда ждет следующее задание – выступить в роли тайного покупателя, а затем сделать мини-презентацию и рассказать о качестве обслуживания в салонах. Вообще ничего сложного. То есть, как обычно, просто подошла и сказала, вот у меня есть 300 рублей, и мне нужен интернет для планшета. И все. Запомнилось, как мы пытались подключить тарифный план по заданным условиям. Мне кажется, что игровой момент в официальное мероприятие добавляет такой интерес, живость. Очень интересно. У меня есть вторая сим-карта Билайн, пользуюсь 4G-модемом от Билайна. Ну, мне нравится, устраивает. Показать реализацию новой стратегии Билайн – такова была цель компании на сегодняшний день, с которой, по мнению участников квеста, они, безусловно, справились. Кстати, главная задача компании Билайн на 2015 год – стать самым любимым оператором в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!